Всем привет Привет, 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 привет Привет, привет Сегодня почитаем вот эту книгу Поповодаем немножко Эта книга очень старая называется Домашний парикмахер и косметолог Так вот Посмотрю на школу Она Десять восьмого года Здание Эта книга Она уже достаточно такая старая Автор Яковлева Она уже наверное потеряла свою Потеряла свою актуальность Потому что Во-первых сейчас есть в интернете А во-вторых А во-вторых уже новые методики И в косметологии В парикмахерском искусстве Здесь Задержание Делаем Делаем стрижки и окрашиваем волосы Необходимые инструменты И приемы стрижки волос Так Ну про стрижки мы Наверное не будем Здесь сифилировка Прореживание волос Мы наверное посмотрим что-нибудь Краска Осветление Мы посмотрим что-нибудь Косметология Давайте посмотрим Криомассаж кожи лица 161 страница Здесь то есть Это Вот Что касается волос Картинки Все очень удобно Разлинованно Разделено Так Здорово Черт Здесь Это Вот Открыла Паровые ванны Дай Про них тоже прочитаем Так Паровые ванны Эта процедура очищает поры, улучшает кровообращение. Особенно полезны паровые ванны при окрубевшей жирной и пористой коже. Если кожа склонна к свойстви, применять паровую ванну следует крайне редко. Людям, страдающим расширением кровеносных сосудов на лице, лечение паром противопоказано. Делать ванны очень легко. Сначала в широкой миске на медленном огне прикипятить сухую аптечную ромашку. Или цветки, либо из расчета 1 столовая ложка на 1-2 литра воды. Эти растения оказывают противовоспалительное действие. Лицо чисто вымыть. Рекомендуется также предварительно смазать кожу жирным кремом, когда отвар будет готов. Наклонить лицо над миской и накрыться полотенцем, чтобы пар не уходил. Если будет трудно дышать, край полотенца можно приподнять. Таким образом кожу распарывают в течение 10-15 минут, потом лицо вытирают на сухо. Затем пальцем, обернутым стерильным бинтом, предварительно смоченным в 3% растворе перекоси водорода, аккуратно и осторожно удаляют выступившие на поверхности кожи черные укри. Но при этом ни в коем случае нельзя их выдавливать. Укри должны выйти сами, а для этого может потребоваться несколько подобных паровых процедур. В завершение лицо стоит протереть раствором перекиси водорода, примутся холодной водой. Ди макияж. Снимаю криклицер. Так. Открою. Новое. Содержание. Так. Креомассаж 161. Я пролистала. Так. Креомассаж кожи лица. Идеальным средством для жирного типа кожи считается синтезированное мыло, состоящее из синтетических активных веществ. Бывает как твердой, так и жидкой консистенцией. Имеет нейтральную либо мягкую кислую среду. Но не щелочное, как обычное мыло. Благодаря чуму, глубоко очищает поры, не разрушая при этом природную кислую мантию кожу. К тому же мыло поддерживает и даже восстанавливает равновесие, не изменяя природное башнечение кожи. И препятствует образованию воспалительных очков. Укрия и прыщей. Поэтому термотологи, например, часто рекомендуют синтеты пациентам с экземами кожи. Однако из-за того, что синтезированное мыло очень эффективно разрушает жиры. Даже при незначительном утомлении кожи от этого средства лучше отказаться. Еще один недостаток. Средства достаточно дороги. Для жирной или склонной к воспалениям кожи хорошим средством являются очищающие тампоны, пропитанные, удаляющие грязь и дезинфицирующие жидкостью. Например, экстрактом дубовой коры. Ему удобно пользоваться в течение дня. Особенно если возникает необходимость освежить лицо. А сделать это обычным способом водой, кремом или гелем нет возможности. В данном случае достаточно просто кругообразными движениями протереть тампонами лицо. Очень жирная кожа не нуждается в дополнительном увлажнении. Но если кожа у вас только слегка жирная, время от времени ее все же нужно увлажнять. Хорошие эффекты от легких двухминутных массаж кончиками пальцев во время умывания с применением мыла или лосьонной воды. Процедура проводится дважды в день, утром и вечером. Так, сейчас еще раз откроем содержание. Посмотрим, что тут еще можно прочитать. Так, здесь компрессы, косметические маски. Вот, мне интересно, маска из сухого молока. Страница 232. Вот, маска из сухого молока. Здесь, как я все рассказано, описано все, говорю, очень удобно. Еще книжка действительно. Интересная. Так, маска из сухого молока. Одну чайную ложку сухого молока развести теплой водой до густоты сметаны и добавить одну чайную ложку жидкого подогретого меда. Так, следующая молочная овсяная маска. Три чайные ложки киркулеса перемолоть в кофемолке. Развести в тёплом молоке до густоты сметаны Добавить 1 чайную ложку жидкого мёда Такая маска рекомендуется для воспалённой, шелушащейся кожи Так, вот и дальше Сверхожженные маски Так, вот дрожжевые маски До четвёртой опалочки дрожжей Растерить с молоком или растительным маслом до консистенции сметаны Маска тонизирует и смягчает Рекомендуется для сухой, нормальной кожи Чайная маска Тканевую салфетку или марлю смоченную в растворе чая Приложить к лицу на 10-20 минут Если у вас сухая кожа, после такой процедуры следует положить на лицо питательный крем Маска особенно рекомендуется при растражённой от солнца кожи Расшире на больных засудах То есть не имея денег Можно делать различные маски Подручными средствами Так, ну, что там Парикмахерское Я не хочу что-то читать А стрижки Ну, а здесь пока из металлоги-то не очень много Тут больше, по идее, как раз-таки стрижки окрашены Ну, а допустим, давайте Средства для пилинга 184 Так, 184 Средства для пилинга В настоящее время в продаже можно встретить очищающие маски на основе белой глини Каолина Грязевые маски, а также пилинги и скрабы, состоящие из травяных экстрактов и ароматерапевтических масел Они обладают очищающим и успокаивающим кожу действием Средства на глиняной основе больше всего подходят для жирной кожи Они не только шлифуют кожу Устраняют излишнюю сальность, сужают поры Скраб на гелевой основе подойдет для любого типа В особенности рекомендуется он для смешанной кожи При выборе средства для глубокого очищения кожи стоит учесть следующие рекомендации Скраб желательно выбирать той же косметической серии Что и другие препараты, которые используются для ежедневного ухода за кожей Тогда компоненты, средства будут дополнять друг друга и их эффективно и значительно повысится Лучше всего при выборе скраба посоветоваться с врачом-косметологом Опытный врач определит ваш тип кожи и порекомендует наиболее подходящие средства Кроме того, может оказаться, что пилинг вам противопоказан или в нем нет необходимости Нельзя использовать средства с истекшим сроком годности Оточреваться серьезными последствиями, среди которых раздражение Самый интересный вариант Тонизирование Это совершающая процедура очищения кожи Лосьон, тоник, тонер, фрешнер Удаляет с лица последние остатки макияжа для очищающего препарата Придает коже свежий вид, освежает, тонизирует и разглаживает кожу Сужает поры и делает их менее заметными Смягчает кожу и восстанавливает кислотно-щелочной баланс Подготавливает ее к применению увлажняющего средства Тонизирующие средства улучшают микроциркуляцию крови Состояние кровеносных сосудов Стимулирует обменные процессы, ускоряет обновление клеток Кроме всего прочего, обработка тоником способствует повышению естественной способности кожи Удерживать влагу Протирает лицо тоником дважды в день После утреннего умывания И вечернего Макияжа и очищения кожи Тонизирующие средства наносятся на еще влажную кожу Ватный тампон смачивает в небольшом количестве тоника Легкими движениями по массажным линиям протирают им лицо и шею И избегают от лопасти глаза На этом все Здесь вот такие блесточки на линии Не знаю, вот здесь Мы тоже А break vиз Era Варест 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 И Ну Варест Варен Ним Здесь Х Нlegen Всем пока-пока